привет всем любителям хорошего звука как выбрать и купить динамики без разницы в автомобиль будете покупать либо динамики ставить у себя дома в акустику видео для всех в общем слушаем смотрим комментируем в салонах магазина продаются тысячи различных динамиков самых разнообразных типов габаритов мощи как выбрать динамики среди подобного обилия первоначально надлежит определиться вам для каких именно вы цели делаете акустику своими руками будет ли эта акустика озвучивать концертный зал либо маленькую комнату прослушивания либо вы просто мастерить и систему 5171 для вашего домашнего кинотеатра также вам нужно определиться сколько будет колонок пара колонок стерео тип 20 либо колонки с сабом либо система домашнего кинотеатра и определиться с бюджетом сколько вы можете денег в нее вложить если вы готовы то можно приступить к выбору поиска динамиков как выбрать динамики имеется два подхода к выбору динамиков поиск наилучшего из допустимых и поиск оптимального из наилучших и доступных первый способ неплохой если вы не ограничены деньгами и хотите собрать истинно высококачественную систему я его посоветую любителям владеющим небольшими знаниями в конструировании акустики подобный способ состоит в поиске информации об отличных моделях динамика и большинство их можете вы найти достоинства данного метода вы приобретаете динамики со знакомыми характеристиками и сможете употребить сторонние наработки нередко выгоднее повторить успешную конструкцию акустики такого автора чем делать свою впрочем готовую акустику проще доработать чем снова рассчитывать недостатки долгое время отыскивания и доставки динамических головок заказчику кстати при пересылке такие динамики могут повредиться при поиске оптимального из наилучших и доступных ваша задача сильно упростится запомните это выбор динамиков это вам не аксессуары для ванной комнатки так что отнеситесь к поиску оптимального из наилучших и доступных с серьезностью пройдитесь по салонам магазинам продающие динамики посмотрите на их ассортимент на стоимость запомните или запишите название приглянувшихся динамиков если же вы могли выбрать 5 или даже более образцов динамиков это означает то что работа не погибнет зря теперь заходите в интернет и попробуйте отыскать информацию официальную документацию к данным динамиком примеру на официальном сайте производителей для низкочастотных динамиков обязательно надо разыскать параметры тиля смола кстати для каких-нибудь моделей это сделать не удастся исключите их из списка сразу определите такие параметры тиля смола теперь смодерируйте работу ваших динамик программе jbl speaker shop отыщите наилучшие размеры а также конструкцию коробов сравните их из этого вам станет сразу ясно какие динамики приобретать и какие не стоит следующая стадия розыск информации о реальном использовании приглянувшуюся вам динамика вы должны найти и позитивные и негативные отзывы интернет почти незаменимый помощник решение аналогичных вопросов теперь вы удостоверились солидности производителя динамических головок имеется ли настоящий сайт производителей если в нормальном виде документация в pdf на продукцию отличная инструкция и характеристики затем смоделируйте работу ваших динамических головок найдите некоторые мнения людей сравнительно их лишь после этого магазине или салоны вы должны купить динамики попытайтесь условиться с продавцом о вероятности возврата данного приобретения если же вас динамик никак не устроит затем как вы достаете динамик себе домой нужно снять с него параметры а чиха и телесмола большинстве случаев они разнятся от указанных производителя причем не в лучшую сторону снова смоделируйте работу вашего динамика в программе jbl speakerjob сейчас вы располагаете некоторой степени настоящий характеристику приобретенного вашего динамика метод выбора среднечастотника и высокочастотника такой же что и низкочастотник но для них не потребуются такие параметры как телесмол у меня на этом все пишите мне в личку помогу чем смогу конечно не по всем динамиков но помогу естественно чем смогу еще раз на этом с вами прощаюсь пока пока ставьте лайки либо дизлайки это у меня такая общая вводная статья будет еще круче будет еще больше так что подписывайтесь и спрашивайте меня пока пока удачи всем найти свой звук и свой естественно динамик и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин